В недавнем времени было организовано очередное заседание штаба АГМК по борьбе с воздушно-капельной инфекцией и профилактике распространения нового типа коронавируса. Было отмечено, что в структурных подразделениях комбината необходимо обеспечить исполнение закона Республики Узбекистан о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также разъяснить его суть и содержание среди работников комбината. 17 июля состоялось расширенное заседание специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда граждан старше 18 лет. Соответствующие изменения были внесены в законодательство. Согласно внесенным изменениям, работники структурных подразделений комбината должны вакцинироваться от коронавируса по следующему графику. Получить первую дозу вакцины до 1 сентября 2021 года, вторую дозу до 1 октября, третью – до 1 ноября. При уклонении работника от прохождения обязательного медицинского осмотра или невыполнением рекомендаций, выдаваемых врачебными комиссиями по результатам проведения обследований, а также в случае отказа работника от прохождения профилактической прививки при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, при наличии угрозы распространения карантинных и других опасных для человека инфекционных заболеваний работодатель вправе не допускать его к работе. В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и других воздушно-капельных инфекций дополнительно будут закуплены и распределены подразделениям комбината согласно решению штаба антисептики для рук, поверхностной антисептики и другие дезинфицирующие средства, дистанционные ручные термометры. В ходе заседания был также рассмотрен вопрос принятия мер по размещению пациентов больных коронавирусом в ситуации тяжелой нагрузки на городские медицинские учреждения. Согласно предложению Министерства здравоохранения Республики Узбекистан и Управления здравоохранения Ташкентской области, гостиница «Весна» управления социальных объектов АГМК приведена в готовность в целях лечения и реабилитации больных коронавирусной инфекцией. Гостиница, переоборудованная в ковидный центр, сможет принять до 140 пациентов благодаря приобретению современного оборудования и необходимых медикаментов, а также заботе и вниманию квалифицированного медперсонала больным будет оказано внимание и качественное лечение. Уважаемые сограждане и работники комбинета, на сегодняшний день всем известно, что пандемия продолжается и рост заболеваемости отмечается. И в среднем мы, как медработники, замечаем в основном средней и тяжелой степени больным, которым необходимо стационарное лечение, имеющейся специализированной койки работает нагрузкой. С целью уменьшения нагрузки на это специализированные койки, которые организованы на базе инфекционной больницы города, и чтобы больным достаточное внимания, чтобы уменьшить нагрузку на эти имеющиеся специализированные койки. И для оказания полноценной и достаточной медицинской помощи руководством комбината решено организовать на базе в здании гостиницы «Весна» ковид-специализированный лечебный центр на 140 койк. Четыре аппарата искусственной вентиляции легких, четыре аппарата СПАП, тоже аппарат типа искусственной вентиляции легких. Кроме него, значит, для постоянного мониторинга состояния больного кардиомониторы и другие оборудования, необходимые для выхаживания тяжелого больника. Остальные все 60 койек обеспечены непрерывной подачей круглосуточного кислорода. К ним подключен, к каждому больному подключен аппарат Боброва для подачи уложенного кислорода больным. Вчера, значит, посетили этот объект, новый создавшийся ковид-специализированный центр руководители Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, управление здравоохранения Ташкентской области. И они дали нам нормальную оценку за наш организованный труд. Поэтому мы желаем, чтобы все больные, которые будут обращаться и лечиться, чтобы они благополучно выздоровели и вернулись к обычной жизни. По словам начальника медицинской службы АГМК, в общей сложности на нужды центра закупку современного медицинского оборудования и медикаментов комбинатам было выделено полмиллиарда сумм. По рассмотренным на заседании вопросам приняты соответствующие решения.